У нас у женщины вступит. Не надо это. Женщина должна мать. И никогда не противоречит мужу. Трудно запомнить. Очень тяжело. Вот за что вы хотите сказать. А я поставил ролик. Очень тяжело. Мусульманка говорит, как ему тяжело, как трудно. И дальше говорит, где же, вот показали там это, Аллах там все это. И показали в аду женщины, что это те, которые язык, говорит, не прикусывали, которые в аду мучаются. А то мусульманник понимает. За всякое праздное слово дашь ответ. Жена доучится в безмолвии, учится, не учить его. И учить не надо. Он голова. Тебе думать нечем. Тебе надо только послушание. И твои думы должны быть о том, как его не огорчить. Учить жене не позволяй, Павел говорит. Не позволяй. Павел не позволяет. Извини. Пошли под руку его и все. Понимаешь, нет? Ты дана в помощнице ему. Не на равных. Вот в Англии сделали испытание. Женщины там самые высокообразованные. В среднем женщин на 25% в умственном развитии отстают от мужчины. В среднем. Вот и все. А учитывая то, что которая сидит дома, ничего не слышит, то они на 25% только достают, может быть. На 75% отстают. Мужчина, видите, имеет больший доступ ко всему общению. А тебе тянутся за ним. Для этого он тебе дам. Вот не получается. Вот не получается, значит, что? Гиды, знаете, идут гиды. Да, сказали бы так. Муж сказал, а ты умный ответ так, чтобы посадить его. Тебе это не сказано, а просто молчать. У вас святая вода есть? Да. Вот как только что-то недовольный охотник, в рот набери святой воды и держи. И держи, и держи, Вартел, пока все не уладится. Все время с собой носить. Опять что-нибудь и так, опять полный рот воды святой, и пошло дело. Но все равно, Игнатий Тихонович, все хорошо говорит, а надели исполнить его. Не надели исполнять. Сегодня нет, не отчаивайся, начинай с завтра. Каждый день. Изнатолу, говорит, пал, вставай. Я не поощряю падать, но не отчаивайся. А то нам не спастись. Я на меньшее не согласен. Я согласен только на спасение. А меньшее это, если не такое. Если я беру повершение и к ней стремлюсь, у меня, значит, что-то будет. А если я буду говорить только внизу и вниз падать, тут ничего не надо вообще тогда. Кувыркайся. Видите, нас как Бог благословил, куда мы приехали к вам в гости. И вы нас встретили, как ангелов Божиих. Это перед Богом, перед Богом, дорогая. Ты благодари Бога, что Бог тебя услышал. И то, что ты делал от твоей рученьки, гости пришли. Все это перед Богом. Ты не можешь возвращаться, хоть пять минут, чтобы было. Никак не больше. Потому что... Я понимаю, у вас график. У нас график такой. Да нас, главное, задерживают на таможьях. Нас там томят. С часа по полтора-два стоишь. Они деньги выманывают, вытаскивают. Не пропускают. Вот сейчас вся же молодость, криседейство его, понимаете. Ну, интересно, на Польшу пугали. Мы думали, что и через Друмынию заходить. Как раз тут и напоролись бы. А мы там зашли. Я Лукашенко книги подарил. Лукашенко. Специально зашли, показали на Польшу. Вы пустыли вас? А? Пустили вас туда? Куда пустили? Это воскресный день был. Через Польшу. Вышли охрана, офицер там. Я не знаю, майор или кто он там был. И на почтовое отделение все написали, отправили. Я посылал Путину и показывали про него, и показали в библиотеке стоят книги. Увидели Новый Завет, как такие книги выпустить из рук. Новый Завет. Первый с такой иллюстрацией. Стоять, да, стоять. Он еще 5 минут дает. Все, уже уезжаю. Пустили и правы к миру. Будто бы дьяволу сильная власть дана. И мы с ним не наравли. Очень трудно. Очень. Прямо до... Сражение с грехом до крови. Очень. Так это сказано так. На грани падения, но очень. Прямо невозможно. Прямо невозможно. Это кажется невозможно. А когда ты Богу доверяешься, 7 раз в день молишься. Он не шатнулся. На него ножом, он его похожий. Слава Богу. Слава Господу, в воздуху вся. Привей. Господа, помисть, в свете. Попаду, что ты не делаешь, здесь нет. Знакомься, кто? А я в гостону. Я вас вилитаю. Я только вас бачила. Бачила, как умеет молодец имовать. Благодарю вас. Благодарю вас. Она вам звонила. Добавлю вас. Божию вам тоже. Благодарю вас. Дорого гостя. Дорогой гость. А что? Бог посылал нам. Мы не знали, как будет. Господь так развернул нас и повел этим путем. Что Бог даёт? Я же важнее, да? Ну какие вопросы? Да, вопросы, это вопросы. Возможно, так быстро вопросы. Поспешать. Все думаете, да? Ты тут нарубил сумму, я думаю, господин. Так, ну встречай, а твой фотографий? Так, он бегом. А я думаю, может, заедет до нас. Ну за медом заедем? Да. Ну все. Сиди договорились. Да, спасибо. Да. Я так буду три часа. Да, прошу году. Которые держат, а которые не держат. Да, я фигула, значит. А вы, наверное, скажи, гладить их на что гиближно. А я скажу, мне кажется, что они давно не связывались. Давайте маленько хабаницели, только помогайте. Запомни, сказать. Но скажу, что встреча это от Господа. Вот как у нас было намечено, как мы получили паспорта, как мы выехали, мы сейчас должны были примерно так, где-то подъезжать в Португалию. Но мы допустили одну оплошность. Мы не знали, что сербы, наши братья, не в Шенгенской зоне. Так называется. И мы их решили посетить, братья Слава. Подрыли к ней, и ничего мы не знали. А когда уже от них выезжали, нам все приняли пищать. Шенгенская зона кончилась. Нам надо было 30 дней идти в Скандинавию обходить, а нас через 6 дней оттуда выпроводили. Я говорю, в этом что-то есть. А что? Вот это дальше что-то идет. Мы только-только оттуда вырвались, последняя Украина. Если все благополучно, завтра мы шагнем в Ростовскую область. У нас там основной груз. Мы едем по библиотекам, по священникам, где встречаемся, 38 книг дарим. Уже ваши библиотеки подарили книги за маневки. Сегодня мы были в Николаеве, в Одессе, везде принимают с радостью. В Киеве национальные библиотеки. В Харькове, в Украине уже мы, там Киеве, в двух библиотеках и здесь. В Белоруссии прошли Польшу, Германию, Чехию, Словению, Румынию, Венгрию, Болгарию. Ну и вот 9 государств прошли. А намечено-то было, мы шли на Грецию. Мы даже не знали, что по берегу не пройти, Хорватия не входит в зону, нам надо переплывать. Это ошибка была. Ну, если бы сейчас вот братья сказали, мы все равно поедем, мы бы сейчас в Москву поехали. Возле Москвы пока крутились две недели, работали, то мы могли открыть визу опять же через Германию, может быть. Но это не надо. У нас очень большое поприще. Если мы здесь, нам нужно посетить примерно 80 городов еще здесь. И 80 сел, ну, районы где-то. Ну, надо понимать, что это. Это быстрое знакомство. Мы свидетельствуем, оставляем книги, они дали нам документ, мы выехали. А дальше мы думаем пройти Армения, Азербайджан, Грузия. Если Господь позволит, через Чечню выйти в Россию. А главный труд это Ставрополье, Краснодарский край. Ну, юг Украины, я не знаю, как пропустить нас. Нет, захватить там Севастополь и Крымский полуостров. Мы оставляем надолго свой труд. Если вот я поговорил с вами, ну, через день считай половину, а через неделю уже трудно вспомнить. А здесь конкретно книги. Ты открыл, ты считаешь, тем более мы даем им вход в наш интернет. Они прямо тут же при нас заходят. Вот были мы в Софии, Болгария. Это долгосрочная программа. Мы делимся тем, что Бог дал. Этого никто никогда не делал. Никто никогда. Поэтому они нас суют в разные декларации. Товары. Какие товары? Какие? Ну, вы же везете, стоит. Николай подошел и сказал, я богатый человек. Вот я выхожу сейчас на остановке в Германии. Каждому тысячу евро. Тысячу евро. Могу я давать? Могу. А у меня миллион. Я по миллиону каждому даю. Ты когда-то види книги. Они смотрят. На что налог накладывают? Я дарю. Я дарю. Я 50 лет посвятил этому труду. И теперь дарю. Все. Они вроде отступились, а проходит маленькое время, и они понять не могут. Мы в Барнауле как-то, у нас община там. Ну и везде же торгуют свечами. Ну и православные, значит, у нас какое-то крещение там. Мы говорим, у нас все бесплатно делается. Так вы же православные. Ну да. А как свечи? Они на свечах деньги отрывают, налоговые. Мы говорим, мы покупаем воск. Сами льем. И батюшка ставит сколько надо. Мы не платим и не продаем. У нас вообще торговли нет. Вот они с кабинетка в кабинет забегали. Православные надо что-то ущипнуть. И ничего так и не могли взять. А каких же вот это православные, если с вас нечем взять? У нас едет одна бабушка в электричке и раздает материалы о крещении в газетке. Она подходит и сразу понравился материал. Она берет деньги. Она говорит, мы даром даем. Даром? Ах ты сектантка такая, говорит. Я тебя сразу узнала. Православные никогда даром ничего не дают. Только сектанты дают. Ну вот и все. Она ее признала за сектантку только за одно, что она бесплатно дает что-то. Мы должны эту обстановку переломить. Переломить. Вот у нас ни за крещение нигде, ни за что батюшка не имеет права брать. У нас в уставе записано. Каждый платье десятина, святая десятина. Все. И этого вполне достаточно. Притом батюшка держит овечек до ста овец. Он знает свое дело. Вот мы едем, где-то останавливаемся, кому-то свидетельствуем, открыто молимся. Это, конечно, слабое свидетельство, но оно самое долгосрочное. Мы оставляем книги. Вот пришли в библиотеку имени Кирилла и Мефодия в Софии. Как они там приняли, документы дали. В Словении похвальную грамоту. Дайте ваш адрес, мы похвальную грамоту пришлем там в Варнаул. Это дар книг, это праздник для библиотеки. Какие книги, я им начинаю показывать. Какие книги, изображения. В каждой книге три тысячи ссылок на Библию. Три тысячи выдержек на Слово Божие. Это не просто книги. Ну, книгу взял, перелистал. Она прожигает буквально. Я знаю, что Бог дал. Поэтому девять лет я просидел за компьютером, печатая, и теперь... Я все 33 тома прочитала от строчки до строчки. Значит, вы тогда единственный, кто прочитал. Это меня когда судили, а я тогда на пленке насчитывал, там много. Ну и кто-то много слушал, кто-то мало. И только одна, наша близкая тетя Тоня. И она говорит, я все до конца прослушал. А потом сказала мужу, слушай. По-украински, говорит, а мне же очи какие-то открылись. Ну глаза, говорю, открылись мне. А он говорит, а книжка же называется как? Открытым оком. А там интересно, во время суда надо мной судья спрашивает. Скажите, а почему? Лапкин не священник. А священники к нему обращаются. А она вышла, говорит, а он священник для священников. А сайт Геннадий говорит, ну вы же преподаватель университета. А почему к Лапкину обращаетесь? Он говорит, в школе есть учебники, я по ним преподаю. Но учебники я не пишу, это кому что дано. Вот и все. А почему книги имеют ценность такой? Потому что я никогда, ни разу никому в глаза не заглядывал. Ну батюшка, епископ, патриарх, мне это не касается. Я сказал, что Бог говорит. А ты примешь, не примешь, теперь ты ответственный за это. Что говорят православные каноны? Что говорят святые отцы? Нравится тебе, не нравится, на суде Божьем придем, Бог будет судить не так, как мы думаем, а как Он сказал. Вот почему, когда я обратился, это было 27 сентября 1962 года, мне сразу в глаза попало место. 12.48, Евангелие от Яна. Иисус говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. А раз оно будет судить, все остальное я отодвину назад. Это потом. Ну вот здесь уже правила не немецкие, не болгарские, а украинские. Я их должен знать, по ним меня полицейские остановят, а по-китайски он меня не будет правилом судить. Мы по божественным законам должны жить. А закон мой Господь говорит, не труден, если делаешь его с любовью. Мы едем дорогой. Вот выехали отсюда, сразу молиться, 7 минут молитва. Где бы мы ни были, выезжаем, молитва. С таможья выехали, вырвались кое-как. Город только проехали, опять 7 минут молитва. Это что? Три святое и 100 поклонов. Христу, Божией Матери, Ангелу Храдителю, Иоанну Крестителю. Это наши помощники. Мы в это верим. У нас с собой просвора, святая вода. Мы это делаем с любовью, а Бог сделает, как ему надо. У нас сокровища, которые ни у кого нету. Ни у кого. Это невозможно. Не написать, говорится. Просчитать, и то она считает уже. А ты напиши. Ты каждую букву надолби. Да и обдумай ее, откуда она взята. Как 26-й тонн дают 300 поэтов за 300 лет, что они сказали по определенной тематике. Это Бог только мог сделать. А для чего? Чтобы русский народ, а Украина это все одно. Нас просто враги разделяют. Чтобы мы поняли, что для нас Бог открыл двери, двери рая. Дал святую и православную веру. А люди веры-то православные не знают. Они знают вот прийти, мощи, пояса. На одной обрядности стоят. Перешагни выше. А что ты считаешь мощью? Захоронить с честью, с песнопениями. И все. И все кончилось. Вот там мироточение. Ну все это есть у нас. Но нигде Господь на это не указал. Мы не должны плохо сказать, но и не увлекаться. Надо уже избрать золотую середину. Я вот с священниками разговариваю. Я говорю, а вы знаете, что самое ценное в православии? Священник не знает. Я говорю, ты самый ценный. Рукоположение. Что ты настоящий священник. А сектанты, баптисты, они не имеют священства. Вот они хорошие люди. У них прекрасные семьи. Они трезвые. Но у них нет священства. А нет священства, нет таинства. Нет настоящего прищищения. И поэтому по скорби о них. Я от них услышал Евангелие. Я бы таким не был, если с ними не встретился. Я с детства вот такой еще был. Я знал, есть Бог, есть ад. Ад это для меня, а рай это для святых. Вот как вы сказали, нам не спастись. Я так в этом прожил 23 года. Но когда я узнал, что за меня умер Христос. Что мои грехи Он понес. Что Он омыл меня кровью своей. Я возблагодарил Бога спасение и есть. И в этом настроении я провожу 51 год. Вот как один день. Со Христом везде легко. Даже вот мы едем, мы же живые люди. Между нами что-то бывает не так, там о чем-то. Ну пустяковое совсем. Они моложе меня оба. Поэтому я должен свое дело знать. Я отодвился, куда ты лезешь и разговариваешь. Я сразу за лестовку, у меня щетки где-то. И проходит маленькое время. Прости Христа ради. Опять все весело, опять все вместе едем. А неверующие были бы. Мы тут что угодно. Поэтому мы сюда приехали. Ну побыли у вас. Я всегда говорю, встретили как ангела Божия. Если вопросы есть, давайте мы сейчас уезжать будем. Мы переедем. Я хотела батюшку встретиться. Саша, давай вопросы какие есть. И нас благословите в путь. Мы теперь вместе едем. О, как раз до батюшки заедите, поблагословите его. Это мой родной батюшка. Как батюшка где? Он на занятия, но я же не знаю. Она на занятия? Саша, давай еще раз на домашний. Не знаю, может он дома уже. А мы сейчас до вас заедем, замедим. Да, ну хорошо. О, да. Хорошо, люди. Ну, позвоните. Ты знаешь, 19.56. 9.19.56. А он может не будет. Пытаний. Пытаний. Пытаний очень много. Но... Слава Богу, что вы добились. Я вас, батя. Я могу сказать такое, что вам не понравится. И скажите, вот приехал, учит нас. Мы ждали, что это слово святая. Знаете что? Вот. Смотрите на мой палец. Посмотри внимательно. Видишь, как он идет? Чтоб до сих пор всегда была закрыта. Всегда. Как у мусульманов. До сих пор была всегда закрыта. Это не надо. Это самая ценная женщина грудь. Вот так. Вот так. Вот так. Приши сюда клиныши. Все. Понимаете? Я должен сказать это. Почему? Потому что мы образ Божий несем. Божью Матерь. Посмотрите, она сейчас сидит. Так что ли? А сейчас ходит в одних трусах. Я обязан сказать. Спасибо, что вы сказали. Я благовестник. Я не могу никому угождать. Одному моему Господу. И вот так вот, чтобы закрыто было. Попалась, выскочила. Вот. Ну, ничего бы не ехать. Заедали, я думаю. Вы видели, как мусульманские одеты? Как они? И в нашей фотографии видели? Это называется целомудрие. Целомудрие со стыдливостью еще. Заложено. А если этого нет, она непослушная, дерзкая жена. Ну и остальное что говорит? Развод. А чем может жена удержать мужа? Кротостью, послушанием, любовью. Никогда. Никогда. Никогда слов против мужа не говорит. И ему не противоречит. С лаской его встретила, с лаской проводила. А дальше помолилась. Простой путь. Очень простой. Не умничай. Иначе Бог совсем мозги тебя делает. Не умничай. Потому что тебе, Дана, жена доучится в безмолвии. Учится в безмолвии. А учить жени не позволяй. А бывает муж такой, что он не слушается. Дабы мужья, не покоряющиеся слова, без слова были приобретаемы. Без слова. Видя ваше кроткое, смиренное житие. Смиренно-мудрие, главное черта. Чего Сатана не может терпеть. А вы говорите, Сатана побежать. Смиренно-мудрием. Долбей его и долби в голову. Что, мовчать при человеку? Вообще ничего. Он неверующий муж. Неверующий муж. И вот постоянно... Ничего не сделает неверующий. Ничего. Мы не обижаем. Ничего. Просто конфликтная ситуация такая. Я просто скажу, смотрите. У меня жена верующая. Но она женщина. Вот я сажусь за стол. Она же в это время думает, я уже есть сел. Теперь она выскажет, что она хочет. А раз она уже говорит с недовольством, я есть не буду. Я сразу встал перед иконами и начинаю молиться. Обернусь в конце, смотрю, стоит рядом молиться. Я опять за стол. Она второй, как у нас называется русский, бухтить начинает толкать. Я тогда ложку положил, опять перед иконами встал и помолился. Господи, искушение мне сегодня такое. Дай перенести с радостью. Она обо мне заботится. Гляжу опять молиться, стоит рядом. Третий раз я так не поел, ушел на работу. А я переживаю нисколько. Все. Молчок больше нет. Я говорю, когда ты вот так говоришь, у меня пища не идет. Она организм мой не принимает. Я когда дома бываю, жена там с ребятишками уезжает в лагерь. А я здесь. И вот одна бабушка, она приготовила мне есть. И что она приготовила? Хорошее. Я сел, меня сдавило. Дышать не могу. Прям не могу. Я-то позвонил. Анна Кузьминиша, что ты готовила? Ну все нормально, как всегда. А на чем готовила? Она свиные ушки. На них я мясо вообще не ем, а тем более свиное. Но я-то откуда знаю, там ни мяса, ничего нет. Организм не принимает. Это на другом уровне совсем. А то я люблю. Да мало что ты любишь. Ты доверься Богу, Бог поведет. Ни о какой выпивке, там переедании, у тебя ничего этого не будет. Как Бога прославить? И при том, вот наши родители жили, их нету. Они бы сейчас вернулись. Жены показали бы любовь такую. Но нет возможности повторить. Никогда. Никогда, никогда. Ты можешь сегодня, только сейчас. Слушай внимательно, учись. Тебе это сгодится. И каждый день считай последним. Вот почему Серахов говорит, помни последнее твое, вовек не согрешишь. Я бы сейчас многое хотел вернуть назад. Я на этих ошибках могу только других учить. Не делайте так, как я делал. Да. Не надо ничего скрывать, а говорить перед Богом, перед Богом. Да, я виноват, Господи, прости меня. И что тебе нужно, Он нам в избытке даровал. Вашей помощью я благодарю вас. Да. Нам нужны были деньги. Поехать. 11 тысяч евро нужно было сразу, чтобы переехать границу. Ух ты. А вообще ничего не было. И все. И Бог дал. И вот последнее уже осталось на внутренние расходы. Примерно 220 тысяч еще. Кем приложить? Денег нет. Осталось 150. И в серединочье один звонит с Калининграда. Меня знать не знает. А может я вам пришлю 150 тысяч? Он знать не знает. А я думаю, надо было деньгами крупными, а не мелкими. Прихожу в кассу, мне крупными, выдали по 5 тысяч. Спасибо Господи. И твою вас. Прям последние дни уже совсем. Совершенно незнакомый человек. Я могу рассказать такие чудеса. Я могу рассказать такие чудеса. Да, да, да. Работаю на работе и бачу багато несправедливости и багато такого, знаете, нечестного поступления. И чувствую, что я скоро звернусь и не скажу, что я останусь без работы. Что мне делать? Молися за них, за это нечестное. Довериться Богу. Повода не давайте. У нас была сестра одна приняла крещение. Она на работу вышла. А бухгалтера ему, она под платочек, под булавочку. Ее затеяли, сними платок. Она звонит, что делать? Я говорю, он не имеет права тебе говорить. Ее уволили. Ее уволили только за платок. Уволили, но работа нашлась прям с радужей лучше той, которая была. Но уже в платочке. У нас девушка одна была. Очень такая видная из себя. И пошла в школу преподавать. Пригласили. Она изобразительный искусств училась в университете. Платочки, длинное платье. Представь, перед учениками по два да под булавочку. По церковному. Но директор расположился к ней и ее не тронули. Ее ученики любили. У нее маленькая пятнышка была. Так ученица, которая рисует, подойдет. Наташа, Наталья Николаевна, посмотрите, на какой стороне у нее эта пятнышка. Ее рисовали они. Бог располагает. Когда пути угодны человеческие Богу, Бог врагов примеряет с ним. Да, да, да. Если ничего нет, готовься. Мы поехали. Своя воля Божья. Хай вас Бог благословит дорогу. Прости книги дети. Я буду рада, хай вас побачила. Господи, слава Богу. Саша, благодарю вас всех. А то так ждала вас побачить. Слава тебе, Господи, что я побачила. Спасибо вас, Господи. Счастья, здоровья. Всего вашей семьи. Нина Александровна Жолднирова. Вы видите на снимках, очень похожа. Как зашла, она прямо в глаза бросилась. Вот это вот. Она очень ревностная. В деле Божьем. Где бы что ни делалось на благовестии по кваджирам она не зря. Ну, кстати, вот так. Я работаю в больнице. Можете, например, в палате? В больнице. Медсестра работаю я. Значит, я могу в палате спокойно про Господа говорить. Христос и Библия. Могу? Вот так и надо благоразумно знать, кому как то. Чувствовать, что человек будет расположен. Вы можете с тобой обращаться? Люда, святый. Он сам все. Я надела юбку, ходила в стонах. Благодаря моей маме и девушке я снялась с этой жены. Я каковая, когда едете, может, и в Америке прийти. Я надеюсь, что какие-то добрые дела остаются. И будете вспоминать все это. Мама! Спасибо. А я прошу вас. Его родственников. Павла, Валерию. Ну-ка, Александра. Мы молимся за Александра и все его семейство. Спасибо. А все мы прошли в почту. Для всех его друзей. У меня есть надежда. Пасык лица. Да, Пасык лица. Спасибо вам за все. Спасибо. Ей, Валерий. Пасык лица. Пасык лица. Так, мы садимся. До свидания. Пасык лица. Путь и настоящий, прибыть с нами. Мы с Ефрем Горнем. Тебе, Боже, хмала, тебе слава, щас поклоняй, отец, святой дух и милей. Спасибо. Господи, 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 господи. Вам хлеб заставить. Вам хлеб заставить. А, хлеб заставить. Вот щас, подожди. Так, здесь нам православие может что-нибудь подарить? О! Подожди, подожди. Вот здесь мы православие, давай. Вытаскивай все. Мы в прошлом году проехали, подарили библиотеке на 3 июня. Все 38, во всякий случай. Мы, знаете, едем, и мы чувствуем, за нас молятся, мы как вот так рыли. Другой раз нас зажмут на таможен, вот так, особенно на Украине. Нигде так с нами не обращаются, как здесь. Самые таки, выжимайте деньги, 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 деньги. Знаете, что сказали сегодня СРУ? Что у нас в Украине самая низкая рождаемость и самая высокая смертность. А Украина не все в мире. Это город Шахта-газетка. Шахта-газета. Шахтинская газета. Почитайте. Сейчас. Делаем сразу. Одна. Его. Он тогда будет читать. Читай. Иди мамку. Я вас не забуду пожизненно. Непосмесно. 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 Господь дал нам радость, возможность знать Бога и подверить это радость. Непосмесно. 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 Как ты с двухалишь банку? Нет, Марину. Маша, Маша. Маша. Саша, что ты делаешь? Он выключает. Подожди, какие-то пускают. Если не забудете заболевшим, молодец заболел, сильно болит. В лагере у нас есть. Подивись на него. Подивись, запомни. Подивись, запомни, якум надо быть. Таких у меня в лагере много. Много. Жалко, что у нас такого лагеря не имеет. Чтобы мы могли бы туда. Отправляйте их сюда. Да. Страшно. Много, много. Сынок, как ты не посов. Бачите, не болите. Ну, ты собулька. Сейчас уезжает. Бачишь? Будешь жить, и будешь встать. Бишь книжки. Идешь бачить. А я б бачу. Спасибо вам. Так, давай. Они там далеко едут. У дяди, собака у него там такая красивая. Иди побачишь? Так. У кого нету? Ну, давайте, хоть Бог поставит. Я даю. Я даю. А тут у вас сколько? У меня там есть кому-то видеть. Я почти сорок лет собрал материал только на него. Спасибо, Зотвий. А вы, когда живете, сто сорок, вам нельзя умирать? Такие люди должны жить. У меня все пропадает. Извините, у меня есть все в интернете. Все есть. Спасибо. Вы только напомните, что мы были у Саши. Напомните, где я с кем разговаривал. А когда мы приедем, мы тогда выстоим кое-что. Там посмотрите. Извините, что я с таким вот прикрытым. Мы думаем, в пятницу уже зайти в шахты. В шахтах у нас остановка, где книги мы привезли. Туда поставили машины, наняли машину большую. Это тут Дуницк. А? Дуницк. Туда шахты? Ну вот, Ростов. Ростовская область. Шахты. Спасибо вам за мой интернет. Спасибо, что приехали до нас. Мы ради. Слава Христу. Молитесь. Николай. 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 Нас собака охраняет. Мы ночуем где-то в листополосах. Там где-то прящемся, чтобы нас не видели. А собака рядом, она никого не допустит. Мы в прошлом году дошли в Вадивосток. Находка. До океана. Это не сделать. Это нельзя сделать. Такой материал громадный Бог дал нам. Как правильно нам жить? Как наследовать жизнь вечную? Короче, все. Вот она выходит и говорит в интернете у нее все она знает. Обращайтесь здесь. Нет, скажи. Иисус Христос. Бог. Бог. Так это люди? Да, это Лида. А так, ты к адвентистам. Да. А зачем же ты пошла это? Это сатана обошел просто. Ну-ка, дайди пенёщик сюда. А ты такая маленькая не понял. Вот сейчас все сделаю. Я вам скажу. Дело в том, что в данный момент, вот представьте, вот сколько людей. Ну сколько тут? 21 тысяча людей. Иисус Христос в Библии. Давайте, пожалуйста, беспокойтесь. Да, да, да. Иисус Христос принимает параллельно. Никогда, нигде церковь не понимала, что Христос не Бог. Единого Святой Троицы. Это иеритики последнего времени. И у них где что не сходится с Библией, они полностью все выкрали и написали свои слова. Это обольщение, Лида. Скажи, обольщение. Бог, явившийся во плоти, Павел говорит. Бог, явившийся во плоти. Что тут доказывать-то? И три свидетельствуют на ней. Они эти места убрали и пишут по-своему. Помочь этому нельзя. Это обольщение сатаны. Сатана захватил человека и... А ты просто помолишься, скажи, Господи, не хочу спастись. Выйти оттуда невозможно. Это туда попадают люди, это уже как совершают хула на Духа Святого. И поэтому ни покаяния, ничего нет. В моем доме сатаны, баптисты, адвентисты пришли. И они стали батюшками многие. Батюшками. Они тоже верили по-своему. Но когда представили им учение евангельское по православному, они отказались от своего заблуждения. Я иеговистов очень хорошо знаю. Я с ними сидел вместе в лагере. Хорошие ребята. Замечательные. Но они еретики. А еретика после первого-второго разумления отвращаются. Они вот эту Библию нашу сенаталью совершенно не признают. Они отбрасывают и написали новый всемирный перевод. Да нет перевода. Которые переводчики их были и на них подали в суд. На свидетелей иегов. Шесть переводчиков. Пятеро не могли ни одного слова перевести. А шестое не мог перевести даже предложение. Спасися, Лида. Нет, нет, тут ничего нет. Это не поможет. Что мы будем Лида, переходи, это нет. Это от другой стороны. Это от другой стороны. Я вчера только рассказывал. Вот Господь говорит, иди к фараону Моисею. Ну раз к фараону, все молятся. Господи, сердце фараона расположи к нам. Ну понятно, о чем молимся-то. Я пошел к начальнику, Господи, ну расположи. А Господь говорит, иди. А я ожесточу сердце его. Бог говорит, иди. Я говорю, фараон может лежал и думал, Господи, что же ты делаешь? Да отпущу народ Божий. И вот это время, когда Моисей уже стоял у порога, вдруг подумал, а что я отпущу? Кто будет работать? Да пошли вот сюда. Видите как? Это Бог допускает за грехи. Это ожесточение произошло. Ожесточение это Господь допускает. Мы все до рождения уже где-то. Исава говорит, возненавил, я кого возлюбил. Я вас перебью. Она иконы побила. Иконы побила. Иконы побила. Иконы побила. Это не Христос. Знаете, в Феодосии Великий, во времена Златоуста, там был мятеж в Антиохии. И статуи императора свалили и по грязи протащили. Ну и пришли жалобщики и говорят, ваше императорское величество, вас повалили, лицо в грязи. Он говорит, нет, ничего не грязное. Статуи можно поставить, а я пришлю войска, убьют людей, людей не воскресить. Зачем вы меня, говорит, натравливаете на них? Да они взбунтовались, да они глупые люди. Это мои подданные. Поверь. В высшей церкви нет ничего. Это не церковь. Ты хорошо только запомни. Христос говорит, все, то есть вот я с вами во все дни до скончания века. Веришь? Да. Веришь? Во все дни, не в года, не в века. Да. А то есть каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг. Да тысячи лет и две тысячи. И понимать, как иеговисты, никто не понимал. Вот что, две тысячи лет церкви не было? Они Христа признают за лжеца, а не антихристы. Потому что, если во все дни до скончания века и понимали всегда Святая Троица, вас-то не было нигде. Так с кем тогда Христос был? Если его не было церковь, его нигде не было, тогда слова Христа неверные. Если он с иеговистами, а вся церковь в ней неверная, так где Христос был во все дни-то, во все годы, во все тысячелетия? Тут очень легко рассуждать. Все понимаешь или нет? Она может и не понимать, но мы ей должны сказать один раз. Вот если я оставлю, второй раз, я еще могу сказать, третий раз Христос говорить не буду. Писание запрещает, берите Ка, после первого, второго разумения, отрущайся. Все. Я ей сказал, сказал, полюби к тебе. Отойди от них. Отойди. Сходи на исповедь. Иконы еще можно одну поставь тебе. Иконы нас не спасают. Иконы это не идолы. Не идолы. Они конечно идолы. Нет. Но Бог живой, никто не бачил. Бога же никто не бачил. Бачил. И Бог явил себя во плоти. Как не бачил? Когда он показал себя. Не бачил, пока Христа не было. А когда он явился, его можно было фотографировать, на видео снимать. Если бы тогда аппаратура была, как не бачил? Они же его за Бога не считают. Он явился еще и Даниилу. И видел я ветхого старца там. Если бы был видеоаппарат, он бы заснял его. Я спрашиваю иеговистов. Скажите, Христос приходил в какой храм? В Соломонов. Они писания не знают. Когда Соломонов разрушен был, навуходоносором. Уже 500 лет как его не было. А пришел в храм Заровавелев. А какой храм? Они не знают. Из Икииля, 41 глава, 47 стих. И там были изображения, изображения иконы. От пола до потолка, внутри и снаружи. Все в иконах было. И Христос пришел и говорит, дом мой. Он не сказал, это как пища идольская. Дом мой, дома молитва наречется. Дом мой. А он был весь с иконами. В чем? Они не читают Библию. Они читают брошюрки их, американские. Мы поехали. Господь близок. Я вас не убеждаю, я просто вам свидетельствую. Спорить нам не положено. Вы ее не трожьте. Вы только молитесь. Это пленение дьявольское, доводы ей. Она сейчас слышит и не слышит. Я на телефон много говорил. Сатана поселил при дороге. Налетели птицы, поклевали. Дьявол приходит и ворует. Я сейчас говорю, они все слова там. Тут только молитва поможет. Я работал с ними, я знаю. Это нельзя уговорить. Спасибо вам. Вот ко мне привозят сектант, знаменитый. Там такой баптист. Он у меня побыл два часа, сейчас православный иеромонах. Это Бог делает. За два часа полностью все у него перевернулось. Почему? Потому что он увидел лифт церкви Христовой невесты. А сектант это баптисты, это не церковь. Потому что церковь Христовой говорит, я создам. Не Рокфеллер, не жены святых, которые образовали там баптистов. А Христос сам образовал. Когда? День Пятидесятницы. А они спустя 1500-1600 лет Лютер там основывают. Кого он основывать мог? Когда они основывались? Когда ты его вишка? В 1939 году? Да понятно. Вы ее не трошите. Никак. Нет, нет. Я хотела, чтобы вы его знали. Я знаю, вы с ней разговаривали. Ты молистик, после молитвы обиде. Она после признает. А? После признает. Я знаю это все. Я среди сектантов работаю 50 лет. Я у них проповедовал сока. Я знаю. Она 20 лет была в православии? Она была в православии, ничего не знала. И за это батюшки ответят, что я не мужчина. А сердце в ней пустой сейчас. Спасибо. Спасибо вам. Болите за нас. Болите за нас. Болите за нас. Болите за нас. Украина, пустите меня. Спасибо. Слышите за нас. Я вас так давно сказала. Это наша работа. Луки только, луки. Слава Богу, я побачу. А ты куда-то сюда? А я остаюсь, я остаюсь, все. А знаете, мы вас хотим переехать и вернуть оттуда? Уберите, хозяин, накроем. О, ангел охранителя вам.